Меня зовут Андрей Лебров, я работаю в компании Alexov Professional и так уж вышло, что я интересуюсь мобильными веб-разработками. Сегодня уже много о мобильной разработке говорили, мы все чаще говорим о ней на своих рабочих институтах. В частности, мой начальник, вернувшись из командировки, долго-долго хвалился про новый купленный Android, после чего так ненадолго задумался и сказал, а я же могу теперь сам себе приложение писать, после чего через два дня принес такое простенькое приложение. Но перейдем, собственно, к самому докладу. Что у нас было раньше? Раньше телефоны были большими, я думаю, многие помнят, такие старые, монолитные, тяжелые ноги, которые, по сути дела, были просто телефонами. Они звонили, на них были часы и будильники, и на самом деле этого многим хватало. Соответственно, сайтов для мобильных телефонов, каких-то сервисов не было. Потом потихонечку появилось ваб, и появилось множество ваб-сайтов, причем потому, что можно что-то скачать, музыку, игры, контент, самые разные-разные. Ну и кое-какие ваб-сайты все-таки были информативными, но, поэтому все помнят, то, что они были очень унылыми, там на маленьком экране было сложно что-то рассмотреть, что-то увидеть, хотя некоторые ставили себе оперы мини, и как-то более-менее с грехом пазыхом пополам следовали по сети. Время шло, и теперь у нас телефоны стало все больше и больше и больше, и, возможно, это не очень хорошо. Таким образом, сейчас современные телефоны по мощности обгоняют те компьютеры, которые были у нас лет 10, потому что, по-другому, у меня айфон, он в разы мощнее моего первого Pentium. Мы имеем иногда малый, иногда не очень размер экрана, но, в принципе, его хватает для того, чтобы нормально читать книги. У нас есть полноценный интернет в случае Wi-Fi, и не очень хороший, не очень качественный и временами дорогой интернет, если мы используем 3G, но, надеюсь, высокие сотовые компании будут в черненькую ценность снижать. К сожалению, на ряде платформ есть ограничения, тот же самый айфон, мы не можем запустить там флэш, но зато в современные мобильные устройства содержатся в себе ряд очень полезных модулей. Это не GPS-модуль, это эликсерометр и так далее. Что изменилось помимо того, что наши мобильные телефоны стали гораздо мощнее? У нас появились новые возможности в создании сайтов. В частности, о них сегодня говорили, а именно о HTML5. это отличная вещь, мне очень тебе нравится. Мы потихонечку уходим от дистопных приложений. Все чаще и чаще мы говорим о том, что я запустил браузер, там проверю почту, там отредактировал документ, там отредактировал фотографию и уже запускается полноценная операционная стима внутри браузера. И, соответственно, выросла скорость интернета, гигабитный интернет сейчас есть возможность провести, не проблема. Это значит то, что мы уже можем делать замечательное веб-приложение под нашу мобильную устройство. Будет это Android, iPhone, Windows 7, о котором с ним тоже уже говорили. И тут на самом деле встает вопрос, писать нативное приложение или писать веб? С одной стороны, тема для кульваров, потому что найдутся ярые противники у того и того. Лично я за то, чтобы писать веб-приложении. Вот почему. Веб-приложении я пишу на HTML, EGS, который я уже знаю. Мне не нужно учить обжирщи все, которые мне не нравятся, ну, прямо скажем, мне нравятся. Да, я знаю Яв, я могу писать, пишу на Android, но все равно возникает ряд коллизий. Но я могу быстренько сверсать сайт на HTML, он будет резинен, он будет отлично работать на всех платформах. Соответственно, перед нами состоят два способа разработки под мобильный веб. Либо мы используем HTML, EGS, CSS, все пишем сами, верстаем сами, либо используем какие-то фреймворки. Посмотрим подробнее. Соответственно, способ первый к числам HTML, EGS и CSS. Перед нами стоит следующая проблема. Разные платформы, точнее, разные браузеры и разные размеры экранов. И на самом деле это что-то напоминает. А именно, когда мы работаем просто с разными размерами экранов, верстаем под E, верстаем под оперу и прочее-прочее. Это на самом деле та ситуация, с которой вестальщики уже сталкивались и умеют с ней бороться. И на самом деле, если вы хотите что-то быстро написать, это путь не для вас. И да, здесь совершенно не случайно трофейс, это об этом можно очень долго спорить, над чем же лучше, но лично мое мнение такое. Как это работает, нужно знать обязательно, потому что тогда, если в этом не разбираться, нельзя написать нормальное приложение и используем фреймворк. Поэтому здесь вот приведена ссылочка на книжку в рейле, которая в открытом доступе лежит в интернете. создание приложения под iPhone используя HTML CSS и JavaScript, не надо ориентировать то, что написано на iPhone, там описаны совершенно базовые правила вещи, как зарабатывать под мобильное устройство. Соответственно, отдадя от способа использования HTML CSS чистых, мы переходим к использованию фреймворков, которых сейчас уже достаточно большое количество. И вот те причины, к которым я советую использовать фреймворк, мы уходим от проблем разных платформ, разных платформ, разных браузеров. В частности, мы можем заморачиваться о внешнем виде приложения, потому что уже и в фреймворках есть стиль. И под Android нативный интерфейс, под нативный интерфейс iPhone и Windows 7 точно так же. Фреймворки связанно нас решают проблему разных экранов. В частности, недавно я писал нативное приложение под Android. Мне очень понравилось заморачиваться под разные размеры экрана, разные расширения и прочее. В другом случае я бы просто делал резиновую верстку и все. И, как я уже сказал, готовы решить для native-like поведения. В частности, это еще различные эффекты перемещения от одного экрана к другому, скольжения и прочее. Итак, фреймворков сейчас много. Говорять о них можно очень-очень долго. я бы хотел сказать только о четырех. JQ Touch, JQ Mobile, C4 Touch и XUI. Начнем с JQ Touch, потому что эти ребята, которые его создали, сделали очень большое дело. Они сделали первый, на самом деле, серьезный фреймворк, который позволял делать приложение полноценные сайты и сервисы и приложения под iPhone. То есть, запустив FDM, они показали, что я запустил полноценное приложение. Кроме того, сейчас JQ Touch до сих пор находится в состоянии бета и под него практически не разрабатывают какие-то улучшения и прочее. Потому что его разработчики, кто-то ушел в JQ Mobile, кто-то ушел в Cinchin. Соответственно, эти ребята ушли и забрали с собой как раз на эти эффекты переходов, какие-то стили, какие-то общие, общий JavaScript. И продолжая разговор о том, что JQ Touch был первым, да, он содержал в себе ряд глюков, поэтому два раза мне приходилось лечь на нативный код, чтобы там либо переписывать, либо дописывать, потому что не хватало. Как выглядел типовой экран приложения в JQ Touch? Мы соответственно, каждый экран это отдельный дифф. Классом создавался это текущий экран, который у нас откроется и мы должны открыть при каком-то движении. У нас были отдельные классы для бобаров, отдельные классы для кнопок, для списков. Собственно, вертка выглядела очень просто. Это была наша нелка, в которой мы могли продлить и понять, что нужна не будет. Вот, собственно, все, что мне хотелось сказать от JQ Touch. Лишь на этом фреймворке очень богатайный. Именно с него я начал мобильную разработку и от него с него было проще прийти на другие фреймворки. Следующий фреймворк это JQ Mobile, который мне из всех фреймворков нравится больше всех, и я на него рекомендую работать. Он, как уже явно из его названия основывается на JQuery, его разрабатывает в частности команда JQuery, поэтому какие-то улучшения, фиксы, поддержка, все происходит на уровне JQuery, все хорошо и надежно. Следующий достоинство JQuery Mobile то, что они поддерживают все имеющиеся платформы, по крайней мере, так у них громко написано на самом сайте, и у них есть таблица, где они показывают такую платформу, что они сейчас поддерживают. Так что можно всегда следить, что происходит. У них очень легко и удобно работать с событиями, что уже есть в родном JQuery, нажатие клавиш, переходы, слайды, движение пальцев и пальцев, и все это уже есть очень удобно замаповано. Есть поддержка уже каких-то штановых тегов, она встроена, ее уже можно начинать использовать, в частности на следующем экране покажу. И, конечно, удобная работа с темами по умолчанию там около 8 тем плюс одна нативная айфоновская. И так выглядит базовый экранчик приложения на JQuery Mobile. Что о чем я говорил, это Data Raw, это то, что пришло из 6.0.5, если не ошибаюсь. Соответственно, Data Raw мы примечаем это экран, это toolbar, это кнопка, список полей или что-то еще. Данный код взят с демки самого JQuery Mobile. У них очень классная документация, она выполнена как раз в виде мобильного приложения, очень удобно навигироваться, смотреть, то есть, ты перешел, например, на экраны с формами, там написано название формы, как эту форму тут же выглядит, ты видишь, и соответственно, код ее. И всех, имеющих фреймворков, мне он нравится больше всех, и я работаю с ним. Следующий фреймворк, Cianchi Touch, такой мутант, который образовался из XJS, из JPTouch, и из пиблиотики RFL, который работал с графикой. Соответственно, они правильно назвали XJS, и теперь у нас есть продукт Cianchi, и Cianchi Touch как раз направлены под мобильную платформу. Чем нравится этот фреймворк? В нем очень легко и создавать какие-то сложные интерфейсы со сложными формами, таблицами, возможно, вкладками и прочим прочим. Очень удобно в нем создать свои компоненты, потому что в 7G Touch целиком нотация из XJS, то есть это такая смесь JSON-а и JavaScript-а. Можно наследовать имеющиеся формы, создавать свои формы с нуля, и это делать естественно очень просто. Если ваша компания занимается с мобильными приложениями постоянно, то вы можете создать свой класс готовый компонент, и это естественно очень удобно. Достаточно удобно работать с данными в плане того, что удобная модель шаблонов, и мы принимаем с JSON-а, у нас имеется какой-то хитрый темплэйт, и все это очень удобно, самое главное быстро отображается. Как я сейчас сказал, что быстро отображается, в самой 7G, из первых версий, были дикие проблемы с предводительностью на самом деле. Все отлично работало на десктопном браузере, там все летало. Чуть помедленнее работало на iPad. Но когда мы загружали приложение уже на iPhone, оно дико тормозило, то есть открытие каждого экрана было где-то секунды 2-3. Это было Epic Fail. Фреймворк постоянно улучшается, и сейчас на iPhone все смотрится уже нормально, но в Linear все видно, как отбрывается форма. Это у них небольшой FIU. Я решил привести пример экрана, я решил привести пример компоненты. Так вот эти компоненты в GGS и, естественно, в CENCHE, если кто не знает. Мы задаем экземпляр какого-то объекта, задаем свойства, и как раз тембуретик, о котором я говорил, мы принимаем GSON, имеющий вид какого-то человека, его партинг в ту модель, которая нам удобна. Лично мне кажется достаточно приятная штука, приятно и легко работать. Идем дальше. Фреймворк, к сожалению, не очень популярный в России, но, кстати, очень популярный за рубежом. Его сложно на самом деле представить как фреймворк именно направлен на мобильную веб-заработку. Почему сами его создатели считают, что это все-таки предназначено для мобильной среды? Он очень маленький, действительно. То есть это 2-3 килобайта, потому что ребята имеют отдельные сборки под каждое мобильное устройство, каждый браузер. И оно действительно очень маленькое. Соответственно, я написал поддержку HTML, я не написал, поддержку HTML5, тоже уже там включена. Как оно все работает? Работает на самом деле как по сути дела jQuery. Мы просто дописываем, ловим что-то по личному и дописываем. Здесь мы сделаем Toolbar, здесь мы сделаем кнопку, здесь мы сделаем footer. так скинки готовых элементов для создания экранов сразу по сути дела нет. Но к этому фреймворку я еще чуть позже вернусь и скажу почему я включил сюда. Но на самом деле мобильная разработка на этом не заканчивается. у нас есть масса фреймворков которых я не сказал есть которые содержат просто CSS-стиль как например IUI. Там сразу большой готовый компонент набор CSS-ах мы их поменили и все вроде как выглядит как на iPhone. Есть молодые фреймворки в частности Wink и DHTML Wink они появились недак давно. Соответственно выбрать она стоит перед вами что нужно использовать то к чему вы привыкли. И в этом месте у меня должен был быть такой большой спойлер но к сожалению отменился один из докладов Сергея Сергеенко из студии Кеченова поэтому спойлер сильно уменьшилось и следующий слайд как раз посвящен ушедшим докладом. Только что здесь рассказывали о том как использовать Mac App Store да действительно за счет не просто написать какое-то веб приложение хочется его продать хочется чтобы оно было в App Store в Android Market и в любом другом Store или магазине соответственно нужно каким-то каким-то образом преобразовать HTML-ный код в код нативный и для этого написано масса фреймворков их тоже уже достаточно много из самых известных это Funger это Mother App это Big Five это Rows каждый из них содержит какие-то свои особенности например Big Five если не ошибаюсь они подсоединят так вы нам пришлите свой что-то код мы вам преподобируем вернем вам нужную сборку это же платные все да и Big да платные услуги платными услуги Funger бесплатная совершенно штука она скачивается как набор нужных фреймворков под нужную платформу то есть если хотите под Android вы качаете джарничек собирайте проект если хотите под iPhone качаете собирайте про Funger я еще расскажу язык Rows вообще очень хитрая штука это смесь Ruby на самом деле тоже HTML и там придется отдельно что-то учить что-то писать под мобильные под нативные приложения я бы хотел сказать про Funger потому что с ним достаточно много работ штука более чем удобная мы можем описать как можно сделать очень просто очень быстро мы пишем все на HTML JS кидаем в типовой проект темплейт уже имеющийся у разработчиков компилируем и на выходе имеем готовое приложение это самый простой способ как можно поступить можно поступить несколько хитрее разделить логику на таким образом что все отображение у нас берет на себя HTML все резиновое все кнопки все стили это HTML-часть вся логика это нативный код будь то Java или объект FC и мы просто используя пилотепу которые представлены на PhoneGap вытаскиваем JavaScript возможность вызвать нативные функции опять же будь то Java или объект с передачи параметров без передачи параметров как хотите и все это на самом деле работает достаточно шустро потому что есть как и самый обычный твиттер клиент который не требует какого-то быстрого рендеринга есть даже игры написанные используем PhoneGap и что мы его и тут небольшой спойлер издательство Press английское сейчас готовит к выпуску книгу PhoneGap for Peers я информацию знаю потому что я являюсь техническим редактором книжка действительно очень интересная написана таким хорошим живым языком и именно там автор решил использовать в качестве JavaScript framework XUI все это выглядит достаточно неплохо имеется много примеров которые покрывают полностью весь функционал то есть это начиная от вывода каких-то текстов сообщений заканчивая геолокацией и работать с акселером двумя ближайшие 2-3 месяца книга уже выйдет в Амазоне вроде будет не так долго стоить вот соответственно я же заговорю про книги часть материалов которые было бы интересно полезно читать первая ссылка содержит около 30-40 разных источников по мобильной веб-разработке и дизайну там скринкасты лекции какие-то готовые статьи и прочее естественно очень интересно нужно тем кто хочет разбираться в этом начиная с самой базовой теории заканчивая готовыми фишками хаками и прочим прочим следующая ссылка посвящена там такая сложная таблица по сравнению фреймворков какой лучше какой хуже где что по сравнению с чем есть и последняя ссылка сравнения как раз с фрэмгэп мазгарп ликфайф и ровс опять же определенные плюсы и минусы более подробно наверное чем об этом рассказывал я собственно на этом все и вопросы слайды уже есть на слайд шэр в принципе могу сейчас в твитер скинуть ссылочку на них с тегом отт.conf и можно уже будет найти плюс у меня в блоге появится тесно запись и наверное через некоторое время уже будет видео и видео будет там тоже приоттачено тесно я правильно понял обосновываться в том что мы берем один из готовых в джаву при промборках мобильных номер сенч и джек и мобайл а потом с помощью габа делаем уже нативное положение в честь такой пример делали приложение для одной из сотовых компаний российских приложение на сбор требований у нас ушло три с половиной недели пока утвердили дизайн все-все прочее на заработку ушло полторы полтора недели с тестированием то есть мы использовали сенч в ней очень быстро накидался интерфейс со всеми переходами кнопками клубарами все это собралось в фонгайп под айфон и ушло проблем не было вообще никаких скажите а насколько производительность просаживается по основному по сравнению с нативными просто приложениями вообще есть ли разница допустим между скомпилированным таким образом приложением или допустим как в айфоне так и в андроиде можно просто супов поставить на рабочий стол с файп страницы будет так же работать или нет то есть сравнится три вещи то что мы пишем чисто на вебе чисто оборачиваем фонгэп и нативные те которые чисто веб кидаем на рабочий стол разницы нет никакой выглядит на самом деле как приложение если не ошибаюсь вконтакте так и сделали то есть у них их приложение чисто на рабочем раньше было теперь уже нативное а теперь уже нативное разница между тем что фонгэп и нативное на глаз не видно то есть если она используется для игр я думаю для игр где очень важна скорость и скорость реакции наверное разница не особо видавками на глаз я не видел и бенчмарк тестов тоже к сожалению никто не проводил хотя бы очень интересно выявить основные вещи и все протестировать но пока что нигде никого нет игры кто-то пробовал игры есть если зайти на сайт самого fontgap.com у них есть отдельная страничка посещенная тем приложениям которые были с их помощью выпущены там есть ссылка на барыг я игрался вполне ничего что как-нибудь смешивать код с нафигом да как раз я об этом говорю то что можно в нативном коде использовать библиотеку fontgap выставить для javascript объявить методы потому что javascript их вызывает соответственно какие-то сложные вещи по вычислению быстрее сделать найти код можно вынести туда например тот же андроид соплиная сделаю приложение будильник то есть хранить можно использовать javascript а отображать используя html.js или cross-posting м? cross-posting ну запрет да 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 просто с ним можно ну вот у apple например есть такие встали гайды по интерфейсу ну когда публикуешь в appstore а как с веб-приложениями там же не подходят нет почему все веб-приложения соответственно этим стало гадным сейчас и look and feel то есть внешне они выглядят размеры цвета один к одному ну я имею в виду если делать и под android это и под iphone то есть там отдельные просто отдельные css и надо их грант открыть зависит от того какая платформа какое приложение оно соответствует раз уже говорили про apple приложение написано phone gap одно время apple запретил ребята собирались по-моему около трех месяцев в итоге apple открыл для phone gap и для всех прочих фреймворков не знаю как они договорились но тем не менее проблем нет есть вопрос по поводу использования графики в приложениях вот насколько на разных устройствах есть разное разрешение экрана у нас и используя разную графику например на четвертом айфоне при его большом разрешении разница в качестве заметка можно ли использовать сейчас свг формат и как решать этот вопрос спасибо спасибо за вопрос на самом деле я пока не делал игр ну хотелось бы попробовать решать надо скорее всего придется определять на каком устройстве запущен на какой экран за 770 открыта уже используя соответствующие ресурсы свг свг в html используется без особых проблем то есть я думаю способ можно найти я пока с этим не сталкивался недавно говоря с этим свг на андроиде нету с ним нативно ну наверное вопрос уже нет все спасибо а а а а и а